Эдуард Изотов родился 11 ноября 1936 года в Беларуси, в Суражском районе Витебской области, в семье военнослужащего. Отец – Изотов Константин Иосифович, мать – Изотова Анна Иосифовна. В 1954 году Эдуард Изотов поступил на актерский факультет ВЭГИКО, который окончил в 1959 году. Мастерская в «В» Белокурова, дебютом Эдуарда Изотова в кино стала сыграна им главная роль Чаликова в фильме «Степной тиши», 1959, режиссера С.А. Казакова, самой яркой работой актера, принесшей ему всенародную известность и любовь зрителей, оказалась роль Ивана в фильме «Морозко», 1964, режиссера А.А. Роу. Еще около 20 лет после этой роли Эдуард Изотов активно снимался в кино. Но в 1983 году случилась беда. Вместе с женой, Ириной Лодыжинской, он был задержан у кафе «Лира» на Пушкинской площади в центре Москвы при совершении валютной операции. Обмене небольшой суммы долларов на рубли. Не хватало денег на достройку дачи. В те времена по уголовному кодексу минимальный срок за валютные махинации составлял три года, несмотря на ходатайство известных актеров. Марины Лодыниной, Олега Стиженова, Людмилы Хитяевой, Николая Рыбникова, Аллы Ларионовой, Татьяны Конюховой, Инги Буткевич, Ларисы Лужиной, Изотов и Лодыжинская получили тюремный срок. Трехлетнее пребывание в заключении оказало на психику и здоровье актера разрушительное действие. Уже в 1988 году случился первый инсульт. А затем они пошли один за другим. Всего их было пять. Изотов продолжал работать в театре киноактера. Но в 1997 году, после четвертого инсульта, он стал терять память и забывать текст. Так что с работой пришлось проститься. После этого последовала череда операций. Деньги на них давали друзья. Борис Хмельницкий, Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный, Александр Абдулов. Болезнь прогрессировала. Изотов уже не мог самостоятельно передвигаться. С трудом говорил, периодически не узнавал близких. Последние полгода жизни он провел в закрытом психоневрологическом пансионате. 8 марта 2003 года актер скончался в московской больнице. Похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье.